Начать хотелось бы с очень страшной и трагической новости. Это появилось видео об изглавливании нашего военнопленного. По некоторым оценкам видео снято еще летом. В принципе, я вам скажу так. Оно, конечно, шокирующее, но вот это видео показывает, что такое русский мир. Что такое россияне. Вот это они и есть такие. CNN, кстати, напомнила про видео, где ранее были показаны наши военнопленные два солдата, обезглавленные и с отрубленными руками. Была информация о том, что боевые буряты рубили кисти рук нашим солдатам, попавшим в плен с саперной лопатой. Так что там не о чем говорить в плане человечности и человеческого. Они не дают нам шанса на выживание. Они готовы уничтожать нас любым способом. Кстати, обратите внимание, кто листает российские паблики. В плане, ну вот, я просматриваю военные телеграм-каналы и там некоторые другие мессенджеры. Так вы знаете, что они не называют наши вооруженные силы в СУ в основном. В большинстве, в 90% случаев, они пишут боевики. То есть, они заранее настраивают население, что нас надо истреблять. Вот так вот, вот это лицо русского мира. Если кто-то хочет в русский мир, пожалуйста, добро пожаловать, отрезанные головы. Ну, кстати, я напомню, что именно Кадыров со своими бойцами во Вторую Чеченскую войну точно так же. Только он на камеру резал российским солдатам головы. Поэтому для них это привычное явление. Убийство, насилие. Сколько изнасилованных женщин, девочек российские солдаты здесь, в Украине оставили. Об этом, правда, почему-то умалчивается. Но этот факт же, он налицо. Там, где были российские солдаты, там был грабеж, насилие, убийство. И это было повсеместно. Ну что ж, вот такие вот печальные новости. Я думаю, что ответят за все эти военные преступления. Мы будем требовать выдачи этих преступников. Я думаю, найдет наша разведка, найдет авторов этого видео, причастных к нему людей. И, соответственно, будут их привлекать. В какой способ, я не знаю. Это уже жизнь покажет. А то, что их привлекут к ответственности, вот в этом я практически не сомневаюсь. Кстати, вот вдогонку вот этим зверским видеокадрам, которые выложены, сейчас выложены в сеть. И очень сильно смакуются. Видите, как они в России, там в пабликах и в мессенджерах, там народ просто от радости аж подпрыгивает. Что они совершили такой акт зверства над нашим военнослужащим. И таким образом они пытаются внести сумятицу и панику в наши ряды. Ну и заодно показывают, что будет ответка, намекают на то, что будет ответка и запугивают свое население. Чтобы особенно военных, мобилизованных, чтобы они не вздумали сдаваться в плен украинцам. Хотя мы наоборот, в отличие от россиян, мы соблюдаем Женевские конвенции. И у нас, еще раз говорю, что обратите внимание, обмен. Когда происходит обмен, в каком состоянии мы отдаем российских военнопленных. И в каком состоянии мы принимаем наших военнопленных, которых передают нам из России. Так вот, естественно, Служба безопасности Украины не оставила этот эпизод без внимания. Возбуждено уголовное дело и началось досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о преднамеренном убийстве. Это будет классифицироваться как военное преступление и пойдет в общую копилку. Но Служба безопасности пообещала найти, приложить все силы для того, чтобы найти исполнителей этого. Нашли же, нашли же того, кто кастрировал нашего военнослужащего. И убивал. Нашли бурятов, которые рубили руки саперными лопатами. Ну, земля же, она имеет форму чемодана. Поэтому никуда же не деться, не улетите же на другую планету. Все равно найдут. Ну и СНН дублирует эти кадры убийства и напоминает, что это уже не первый случай, когда публикуются кадры убийства наших военнослужащих, попавших в плен Российской Федерации. Российским войскам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова